ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Привет! Сегодня я, Максим. И я, Соня. Расскажем вам про одну из дисциплин современного пятиборья – плавание. Подожди, я думаю, не все ребята знают, что это такое современное пятиборье. Перечисли, что должен хорошо уметь современный спортсмен-пятиборец. С удовольствием! Итак, он или она, ведь пятиборьем занимаются и девочки, должны хорошо бегать, водить шпагой, ездить верхом, хорошо стрелять. И кроме всего этого, должны хорошо плавать. История современного пятиборья уходит в далекое прошлое. Точная дата – 708 год до нашей эры. Именно тогда в программу древнегреческих олимпийских игр был включен пентатлон – комплекс многоборья, состоящий из пяти упражнений бега на один стадий, прыжка в длину, метание копья, диска и борьбы. Однако с закатом эллинской культуры закатилась и звезда древнегреческих олимпийских игр. И прошли долгие столетия, прежде чем олимпийские идеи вновь владели человечеством. И вместе с ними был воскрешен и пентатлон, который совместил в себе, казалось бы, несовместимые упражнения – фехтование на шпагах и плавание, легкоатлетический кросс и стрельбу и, наконец, верховую езду. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы уже с Максимом умеем плавать. Может, нам и учиться ничему не нужно? Сейчас посмотрим, как вы умеете плавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Пятиборе – вольный стиль плавания. То есть плавают ребята как только могут. Но самый быстрый стиль у нас – это кроль. Сейчас покажете, как вы умеете плавать кролем. Максим, первый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец! Сюда, на эту сторону, возвращайся обратно. Давай, Саня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на спине так же ножки вверх-вниз работают. Ложись. Вот. Ножками работают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец! Давай, Саня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Досточки наверх положили. Сейчас проплывем раздельно. Отталкиваемся, руки впереди у нас. Ножки все время работают кролем. Делаем круг правой, вдох, положили. Круг левой, вдох, положили. В то время, когда рука делает грибок, вторая у нас лежит только около уха. Вдох, положили. Вдох, положили. До досточки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Новостями спорта сегодня с вами поделюсь я, Алена. Бежевские кубанские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований памяти Михаила Тимофеевича Калашникова, легендарного оружейного конструктора, дважды героя социалистического труда. На четырех татами спорткомплекса «Олимпийц» боролись более 700 юниоров и юниорок в возрасте до 21 года со всей страны. Краснодарский край делегировал столицу Удмуртии 33 спортсмена. По итогам общекомандного зачета среди регионов Южного федерального округа кубанцы заняли третье место. В командном зачете среди субъектов России представители края поднялись на вторую ступень. Всего на счету наших дзюдоистов семь наград – четыре серебра и три бронзы. Там же в Ижевске проходил и первый СССР по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. За награды турниров состязались более 300 спортсменов в возрасте до 19 лет из 44 регионов страны. Кубань представляли 13 стрелков. По итогам соревнований сборная края заняла третье общекомандное место. Всего на счету кубанцев четыре награды – золото и три бронзы. На 26-й геленджикской регате 26 медалей завоевали кубанские яхтсмены. В курортный город съехались более 140 спортсменов из 12 регионов России. В этом году формат открытых краевых соревнований позволил поднять свои паруса над волнами геленджикской бухты. Молодым спортсменам от 9 до 18 лет. По итогам соревнований кубанские спортсмены завоевали 26 медалей – 9 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых. И еще одна приятная новость. Кубанский велогонщик стал серебряным призером первого этапа Кубка мира. Он проходит в английском городе Глазго. 19-летний спортсмен из Абширонска Максим Пискунов завоевал серебряную награду в скретче. Победителем в такой гонке объявляется пришедший к финишу первым. Отставший на круг снимается соревнование. Если лидер по уходу гонки обогнал на круг всех остальных соперников, то гонка считается завершенной. Лидер победителем, а последние двое обогнанных – призерами. А сейчас попробуем пропускать. Мы будем плыть в полной координации. В ту сторону мы будем плыть кролем на груди. Ноги работают, руки со вдохом. Обратно кролем на спине. До досточки. Около досточки разворачивайтесь и обратно плывете. Первый плывет у нас Максим. Давай. Давай, Соня. Соня. Скажите, пятигорцы плавают длиннее, чем те спортсмены, которые занимаются только плаванием? Ну, если спортсмены уже более высокого уровня, то пловцы плавают быстрее пятиборца. Но на вашем уровне у нас есть пятиборцы, которые составляют достойную конкуренцию юным пловцам. Выигрывают соревнования по плаванию. В целом, пловцы плавают быстрее пятиборца. Но пятиборцам, кроме плавания, надо еще быстро уметь бегать, фехтовать, ездить на лошади, стрелять метко. Пятиборье сейчас у нас проходит в один день. Поэтому сравнивать пятиборцев и пловцов чисто в плавании нельзя. Предлагаю прямо сейчас узнать имена самых быстрых пловцов в истории спорта. Самый известный титулованный пловец на сегодняшний день – Майкл Фелпс. Он побил все рекорды по количеству завоеванных олимпийских медалей. Это единственный в истории спортивного мира 22-кратный призер Олимпийских игр. Майкл Фелпс 18 раз подтвердил звание олимпийского чемпиона. Помимо этого, он 26-кратный чемпион мира в бассейне длиной 50 метров. В Пекине в 2008 году Майкл Фелпс 8 раз вступал на высшую ступень пьедестала. В длинных бассейнах этот спортсмен также установил много рекордов, преодолевая 100-метровые дистанции бетерфляем, а этапы 200 и 400 метров – комплексным плаванием. Среди лучших пловчих часто называют Кристину Эггерсеге из Венгрии. Пятикратная олимпийская чемпионка, специалист не только в плавании на спине, но и в комплексном плавании. Она многократно выигрывала на чемпионатах мира – Европы. Кристина известна как самая юная олимпийская чемпионка по плаванию за всю историю спорта. Устанавливала рекорды мира на дистанциях 200 и 100 метров на трех олимпиадах подряд. Ею удерживался мировой рекорд плавания на спине на 200 метровке в течение 17 лет. Ну а самой известной российской плавчихой на данный момент без сомнения является Юлия Ефимова. Наша Юлия – трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов. Четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Победа Ефимовой на дистанции 50 метров брасом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира. Характер у Ефимовой чемпионский, без всякого сомнения. Об этом говорят и тренеры, и сама спортсменка, которая отличается завидным упрямством. Друзья, вы наверняка видели хоть раз по телевизору репортажи соревнований по плаванию. Вы замечали, во что одеты спортсмены? Я замечала, и, честно говоря, я не понимаю, зачем у нее носят шапочки, очки, эти обтягивающие костюмы. Неужели им Ефимовой нигде не жрет? Я тоже сомневалась, пока не узнала, что некоторое время назад ученые на перегонке придумывали спортсменам такие костюмы, которые сокращали бы трение об воду и позволяли бы спортсменам занимать самые высокие места. Но вскоре все эти ловки запретили. Теперь единственное, что жмет спортсменам, это две надетые одна на другую плавательные шапочки. Многие плосцы, даже олимпийские чемпионы, предпочитают такую экипировку. Надевают одну шапочку, затем очки, а потом еще одну шапочку. Объясняется это просто. Так очки во время соревнования не сползают с головы спортсмена. Заниматься современным пятиборьем, состав которого входит и плавание, в Краснодаре можно в Центре спортивной подготовки современного пятиборья и фехтования. Это, кстати, старейшая спортивная организация Краснодарского края. Она была основана в далеком 1964 году. На протяжении 50 лет краевая школа современного пятиборья является сильнейшей в России. Среди ее воспитанников олимпийский чемпион Евгений Липеев, чемпион мира Александр Запораженов, призер чемпионата мира Валерий Андреев, чемпионы Европы Олег Булгаков, Алексей Савиков, Андрей Сантылов, Дмитрий Телегин. Тренируются дети и взрослые в разных частях города, а подробнее узнать список залов и записаться можно в Краснодаре, на улице Пригородной 24 или по телефону 8 861 992 4151. У вас каждый день тренировки по плаванию или еще какие-то есть? Нет, мы занимаемся современным пятиборьем. Кроме плавания ребята ездят на лошади, фехтуют на шпагах, бегают и стреляют из пистолета. Здорово! Так что приходите заниматься. Обязательно! Субтитры создавал DimaTorzok